здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любами а значит у нас коле и вастя коля ты с нами как огурчик молодец сегодня вы обратили внимание коля показал какие красивые огурчики у нас сегодня мы будем закрывать маринованные огурцы очень вкусно у меня несколько рецептов но сегодня вот такие огурцы я ведь они как родничок но только это не родничок а чуть-чуть другие но они такие получаются всегда хрустящие и вкусные хочу заметить что дорогие мои бывать знаете закройте огурцы и рецепт такой там пишут хрустящий или там просто там соседка была подружка в итоге нет что-то не то а это не рецепт виноват это виноват огурцы потому что огурцы бывают разные сейчас видите сейчас руки в основном такие темные все и потому не всегда можно добиться вкусного сладкий маринад хорошего вкусного и хруста и вкуса хотя для хруста я знаю всегда говорили нужен вот этот листья хрена вот они вот я уже помыла все обсушила нарезала вишневый листик малиновый листик бросают из дубовой листики бросают на это будут еще у нас такие рецепты с дубовыми листьями если все будет нормально все значок ну короче ассортимент большой для того чтобы были они такие душистые или как сказать ароматные надо конечно добавить ароматов добавить в эту баночку тогда и огурцы будут ароматные ну что обратите внимание что я не хвостики вот эти не носики не обрезаю никогда не обрезала моя мама никогда не обрезала колина мама никогда у меня вот бабушка и я не обрезаю я обрезаю только тогда когда мариную вот мы то есть не мариную а малосольные делать это да да что быстрее просолились обрезали все а так нет вот такие огурчики я их замочила хоть они и не горькие ничего но я замочила все равно на два часа водичкой ну я как бы пусть они наберут водички пусть не такие будут хорошие короче баночки растерилизовала закрываю последнее время в литровых баночках очень хорошо потому что сегодня хотят огурчики завтра помидорчики а потом эти баночки 3 литровые собираются собираются и потом то не хочу то не ем ну короче и поле приходится доедать потому мы стараемся все закрывать литровых баночках но будут эти литровые еще значит вот сейчас мы сделаем немножечко потому что если я заставлю весь стол то это будет очень долго и а так мы будем делать еще 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 но сейчас сделаю вот сколько хватит от этих огурчиков что понадобится соль сахар уксус девяти процентной девочки вот девять процентов лавровый листик перец остренький не острый то есть а острый у меня еще будет душистый и горький черный и душистый тоже вот он большие шарики да я вот пользуюсь то я думаю что многие пользуются такими вот зонтиками укропа чеснок сколько зубочков сколько вам сколько вам захочется листья тут сейчас листья вишни у меня тоже подробил и вот хрена листья такие знаете вот есть такие вот листья потом такие стручки вот ну как вот листик такой вот ветка такая толстая ее особо-то не стоит бросать потому что она займет вас в банке место а пользы я так думаю что от нее не особо главное вот листики потому я так все приготовила баночки как стерилизовала значит дорогие мои банки открыли они там не провариваю не варю не свечи не используйте микроволновку духовочку нагрела сто восемь градусов но ставлю холодную баночки помыла вот таким образом перевернула там есть у нас решеточку всех у нас есть наставила сколько вместо поместилось на самое дно поставила листик листика поля скажи что можете кастрюльку что угодно с водичкой емкость любую поставила этот поддон поддон до налила водички и тогда вода испарять их 180 градусов включаю когда все это стоит в духовке что банки постепенно прогревались не горячую а вот холодную поставили включили и пошли там заниматься своими делами и так они у меня стояли я вам скажу минут 40 вот тут еле остыли но смотрите какие они все аж блестящие сухие прекрасные ну что сейчас будем наполнять здесь у меня уже помощники наполняли ну я вам скажу что делаем значит бросаем сначала давайте с этого начнем на дно хочется кроме того что было вкусно еще и красивенько потому как вы умеете так вы заполняйте вот зонтик укропа листья лишних вот так вот этого хрена пару зубочков чесночка можете больше чеснок смотрите зубочки у меня большие вот это один зубок вот пополам если вас меньше можете взять четыре разные стороны так лавровый листик обязательно вот и вот так и просили и будем слаживать можете ложить можете ставить можете как вам нравится будем и так и так делать главное хорошенько трамбовать что и побольше поместилось что меньше было свободного места здесь потому что делаем сейчас покажу как я уложу и вам улбэс уложу и вам покажу все баночки сложу потому как всегда ждем я немножечко возьмут как бы слово пока ты будешь улаживать их усаживать я расскажу историю одну приезжает иностранец в один южный колхоз спрашивает у бригадера у вас помидоры растут не не растут огурцы не не растут иностранец так может быть вы неправильно садите их что они у вас не растут бригадир так сажать но если сажать тогда конечно будут расти я ничего не поняла курсами занимаюсь но что-то странное это произошло что-то непонятно короче заполняем девочки потому что кулья меня сбил смотрим подбираем больше и меньше плотненько кто виноват невистка так нет уже и халат висит вот так вот смотрите потому что почему плотно потому что когда мы зальем уж все наверное знаете когда зальем сейчас кипяточком который там у меня стоит то соответственно огурцы не немножко усядутся потому желательно плотненько ну что так я заполню все а вы как всегда ждем и так все разложились смотрите сейчас буду заливать крутой кипяток коли осторожно с камерой значит буду заливать быстренько и сразу накрывать крышечкой крышечки уже простерилизовала потому все очень быстро и так дорогие мы смотрите залили под самый самый верх вот крышечками чуть-чуть накрыли то есть вот так что и накрыть полотенчиком я накрываю почему потому что у меня работает кондиционер чтобы они резко не охлаждались вот так вот пусть постоять минут 15-20 а мы ждем прошло 20 минут все снимаем крышечки и сливаем водичку у меня есть такая крышечка она не на каждую баночку подходит но тем не менее сливаем и так ждем молодец коля и так водичку слила и поставила ту же самую водичку поставила на огонь сейчас закипит крышечкой накрою до хорошего крутого кипятка а я за это время хочу заметить я маринад не делаю я все как старые добрые времена мы еще 30 лет назад жили в общежитии делали засыпаем все в банке значит смотрите беру баночку насыпаем одну вот так не сильно не сильно так узоркой столовую ложечку соли и сюда же две таких же ложечки сахара и половиночка короче будет две с половиной вот так вот на ходу меняешь рецепт я две и половинка колья нет нет у меня все записано я памяти могу что не удержать потому здесь и сюда же три столовые ложечки уксуса 9 процентный куда в банку да прям в банку я думал вовнутрь коль ты что ты меня не сбивая сама собьюсь накрываю крышечкой и вот так сейчас заполню все эти 6 баночек потом ждем и так водичка закипела все разлили быстренько заливаем пока у нас здесь кипяток закрываем и сразу все и закручиваем вот опять про крышки мужчинам я уже этот лайфхак на заметку покрепче закрыть закручиваете крышки друг женой поссоритесь пусть первое приходит мириться ну да смотрите покажи коля хочу так сказать смотрите заливаем заливаем под самый-самый практический верх видите водичка вот чуть-чуть до краев не доходя и конечно же закручиваем меня крышки которые закручиваются потому коля сейчас все затягиваю и так смотрите баночки коля закатал обратите внимание что можете спросить что как же вот эта соль берем вот так вот прокатываем несколько раз смотрите вот эти прокатали туда-сюда несколько раз так интереснее переворачиваем все нарастает под температурой смотрите еще такого не было тем более это литровые баночки а представьте у нас были в основном раньше закрывали трехлитровой ой горячо штука господи за ухо бери вот так прокатали немножечко мусуль и сахар вы же знаете она растает даже по температуре и вот так и все их перевернем сейчас пока люба катает банки я секунды позитива две подруги одна говорит слышь тонька что-то моя дочка рестала огурцы соленые есть наверно что-то в организме не хватает не это наоборот что-то прибавилось скоро бабушкой станет она не догадывается какое счастье ждет посмотрите вот прокатала эту быстрее как-то уже ничего нету уже все растаяло потому не стоит то что допустим туда ну кто будет думать а как же она растает девочки растает помолчи да я скажу пока забуду кстати о внуках есть такое изречение если бы мы знали какое счастье внуки то мы бы рожали сразу внуков они заводили заводили да да но я вам скажу не всегда это если бы знали что счастье внуков так может быть детей господи прости же скажу не заводили так хорошенько укутываем укутываем хорошо пледиком там тепленьким вот так вот чем-то давай одеяло принесли сейчас сейчас мы закончим конечно одеялком таким тепленьким и до завтрашнего утра пусть ночь постоят ничего страшного потом перевернули мы храним в подвале у нас есть подвал но если подвал где вы храните но здесь уксуса предостаточно ей говорю маринованные потому что есть сахар и уксус рассол бомбический даже даже без похмелья все будут выпиваются до вкусный вкусно это вкусно мы всегда готовить давно еще есть рецептик один это не знаю будет или нет чем хорошо что ты-то знаете не надо маринад вымерять на литр воды 200 ложка если нету а если несу вот банку литровый то-то-то двухлитровая вы увеличиваете два раза 3 3 раза все вот эти компоненты будут все вот так все будет хорошо потому пожалуйста еще раз вам покажу красотень такой смотрите какие они красивенькие вот видите огурчики то что надо приходите зимой на огурцы картошечка в мундирах или по-купечески и огурчик вот то что надо заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии самое главное будьте все здоровы будьте счастливы мирного вам и нам и всему миру неба мы вас обнимаем и ждем и до свидания